МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырычкиной в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для жителей Красноармейского района сегодня день открытий. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев вместе с жителями участвовал в открытии новой дороги переходного типа. А еще здесь построили коровник и зернохранилище. Для жителей деревни Ихрыкосы новая дорога – настоящее спасение. Раньше, чтобы добраться до деревни, машину приходилось оставлять у фермы, а потом несколько километров идти пешком. А теперь и в город съездить, и пригласить гостей можно в любую погоду. Мы, конечно, очень рады. Спасибо, кто участвовал в этой трудной работе. Всем здоровья, чтобы расцветала наша деревня теперь. Надеемся на это. Молодежь, думаю, останется в деревне. В республике действует программа благоустройства сельских поселений. Мы по факту, если в сравнении посмотреть с другими регионами и оценить ситуацию, числе лучших регионов в Российской Федерации находимся по благоустройству населенных пунктов, по проведению и строительству современных дорог к этим населенным пунктам. Новый коровник на 200 голов построили в деревне Яманаки. Сельскохозяйственное предприятие «Красная Сормова» активно развивается. Возникает необходимость в новых помещениях. Руководитель агрофирмы «Таебинка» урожаем этого года доволен. Несмотря на дождливую и холодную погоду, зерновые и зернобобовые уродились. А благодаря новому зернохранилищу урожай сохранится до следующего года. Квадратура 1728 квадрат. На хранение при высоте 3 метра 4000 тонн хранения. А при высоте уже по центру до 6 метров до 6000 тонн. Три жительницы Красноармейского района удостоились звания ветерана труда. Среди них Людмила Богданова. Ее трудовой стаж составляет 37,5 лет. Главное, считает Людмила Михайловна, найти свое место в жизни. Стараться надо работать. Как в школу закончила я, начала работать. Мы даже в школьные годы работали. Уже с третьего класса мы выходили на работу. В колхозе работали. Крепкая дружба. Чувашия и Ульяновская область планируют реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. Встреча с делегацией соседней области, которую возглавлял губернатор Сергей Морозов, состоялась накануне в Шамуршинском районе. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Деревня Тресбы, самая крайняя точка Шамуршинского района. И именно здесь, на границе двух регионов, встречали представительную делегацию Ульяновской области. Такое ощущение, что мы сразу оказались в кругу друзей. Мы же бывшие члены сибирской губернии Шамурша. Спасибо огромное. Мы тоже ощущаем себя членами вашей большой, замечательной, дружной семьи. Хлеб и соль, чувашские песни и танцы. Губернатор области Сергей Морозов отметил, что для него это долгожданная встреча. Четыре года назад в Ульяновске провели Всероссийский Агадуй. И именно тогда руководители двух регионов договорились развивать совместно торгово-экономические и культурные связи. Они становятся крепче с каждым годом, говорят гости. Во-первых, у нас есть общая история. Во-вторых, у нас с вами общие традиции и замечательные праздники, которые нас объединяют. А в-третьих, у нас с вами есть огромное желание реализовать на той или иной территории в рамках этих встреч вот эти муниципальные инициативы. Инициативы простых людей. Мы вышли на другой культурный уровень, на другой духовный уровень. Это передается молодому поколению. И наши предприниматели комфортно чувствуют на ульянской земле. 147 лет назад в Симбирске, именно так раньше назывался Ульяновск, Иван Яковлев создал первую чувашскую школу. Здесь учился и великий поэт, автор поэмы Нарспи Константин Иванов. Оба региона связывают поистине крепкие культурные узы. В области сейчас издаются национальные газеты, чувашский язык преподают в 160 ульяновских школах. Свой личный вклад в сохранение национальной культуры вносит поэтесса Валентина Тарават. Она уже больше пяти лет выступает в областных клубах со своим чувашским ансамблем. Поем, мы общаемся на чувашском языке. Все у нас на чувашском языке. Вот где я проживаю. Это рабочий поселок райцентра Большой Нагаткино. Организовала я коллектив. Вообще я в культуре работаю давно. У меня учителя, медики, бухгалтера, педагоги. Чем богата чувашская земля гостям из Ульяновска показали на праздники дружбы. На Шамуршинском ипподроме развернули выставку мастеров народных промыслов. У каждого подворья выступали фольклорные ансамбли из Ульяновской области и районов Чувашии. Но изюминкой праздника дружбы стала его спортивная часть. Здесь разыграли награды в конных скачках и национальной борьбе киришу. Сегодня прекрасный праздник. Праздник дружбы. Это историческое событие, которое пишется золотой страницей и в историю культуры Ульяновской области, и в истории культуры чувашского народа и Российской Федерации. О реализации совместных проектов говорили за круглым столом. Чувашские предприниматели уже готовы открыть в Ульяновске комплексы по глубокой переработке зерна и разведению племенного скота. Я искренне еще раз благодарю руководителей республики, благодарю бизнеса республики за то, что они обратили внимание на агропромышленный комплекс Ульяновской области и инвестируют в достаточно большие средства. Я уже назвал. Только один инвестиционный проект возрождения птицеводства в Ульяновской области оценивается в 9 миллиардов рублей инвестиций. В обоих регионах для предпринимателей намерены создать выгодные условия для ведения бизнеса. Наши предприниматели без страха должны вкладывать свои заработанные средства, открывать, соответственно, производственные объекты для того, чтобы экономика развивалась. Развитие экономики, конечно, по расходной части мы обеспечили все свои взятые социальные обязательства. Заинтересовала гостей программа «100 новых ФАПов», которую уже удалось реализовать в республике. Особо оценили ульяновцы и благоустройство чувашских сел. Мы не случайно выбрали местом нашей встречи один из очень перспективных муниципальных образований Чувашской республики. Здесь есть чему поучиться. Здесь очень хорошо выстроена система вовлечения людей в благоустройство. Мы видим, насколько благоустроены территории. У нас не такие ухоженные территории, у нас не такие ухоженные населенные полты. За круглым столом дали старт и новому проекту «В кругу друзей». В его рамках планируют возрождать этно-традиции, которые могут заинтересовать туристов. Представители обоих делегаций договорились встречаться чаще. Уже в сентябре губернатор области Сергей Морозов пригласил чувашских предпринимателей принять участие в открытии нового завода в городе Ульяновск. Медрик Ковалев, Ресель Мухаммедов, Республика. Традиционная августовская конференция работников образования – хорошая возможность в преддверии нового учебного года сверить часы, обменяться опытом, обозначить задачи на будущее. Она прошла сегодня в ДКЧГУ. Профессиональное самоопределение детей и молодежи – приоритет государственной политики в Чувашской республике. Именно под таким названием работала сегодня республиканская конференция. Более 900 человек, а это представители органов власти, местного самоуправления, образовательных учреждений и организаций, реализующих образовательные программы различных уровней, приняли участие в Большом августовском педсовете. Я считаю, что тема сегодняшней августовской конференции, она актуальна не только на сегодняшний день, она актуальна всегда, в частности, для каждого выпускника школы. Как говорят психологи, человек узнает сам себя к 25 годам, окончательно понимает, что ему интересно, какие у него способности. А выбирать приходится 18 лет. Поэтому этот период для каждой личности, для каждого нашего выпускника достаточно такой драматичный. И, безусловно, если его оставить без помощи, не думаю, что этот выбор будет правильным. Конечно, и школа, и семья очень важны, чтобы помогали детям узнать самих себя, а значит, определиться в будущей своей профессии. Нам есть чем гордиться. Последние пять лет в системе образования республики можно считать самой яркой страницей в летописи Чувашии, отметил министр образования и молодежной политики нашей республики. Одним из основных приоритетов государственной политики стало активное инвестирование в систему образования. Следующий приоритет – это обеспечение равных стартовых условий для всех дошкольников Чувашской республики. Начиная с 2010 года, кстати, мы, в отличие от других субъектов Российской Федерации, по инициативе Николая Васильевича, раньше приступили к этому процессу строительства детских садов. И создано за эти годы 20 тысяч дополнительных мест, 41 детский сад. Особое внимание, конечно же, уделяется развитию инновационного потенциала системы образования. Ну, конечно же, самая главная ценность – это наши люди, наши педагоги, наши школы. Чувашия гордится школами, которые стали лучшими в рейтинге только 500 в России. В списке 200 лучших сельских школ сегодня 5 школ в Чувашской республике. Причем ряд учреждений попадает в этот список из года в год. Выставка лучших работ по итогам 4-го республиканского фестиваля научно-технического творчества молодежи «ХТТМ Чувашия» и республиканского фестиваля «Мир профессиональных возможностей» открылась перед началом пленарного заседания. На нашей площадке, вот Чебоксарской экономии и технологической колледжи, мы представили работы, связанные с технологией хлебопечения кондитерских и макаронных изделий. И показали, в том числе, что вот такие продукты или крупы, как полба, которые, как мы знаем, многие из нас любят, вот такие блюда из него можно печь. И причем крупа какого качества, какого производителя дает какое блюдо, какого качества. Это тоже оказывается важно. Электротехники, бухгалтеры, парикмахеры и кулинары. Кто только не представлял свои лучшие работы на выставке. Например, преподаватели и учащиеся Чебоксарского электромеханического колледжа показали вот такого механического друга человека. Была дана задача студентам сделать первый эксперимент по бионике, с чем они очень эффективно справились. Была поставлена задача сделать собаку, чтобы реагировала на руку хозяина, могла радоваться и злиться. Вот режим охран, допустим, смоделировали, чтобы могла охранять собаку. Здесь попытаемся что-нибудь взять. Давайте, видите, она начинает охранять. Всего лишь меняя давление, мы можем сделать режим радости. Можете подвести руку. Давайте, давайте. Ага. Куда подвести? Да, да, вот так. Ай! Что же я сняю? Она радуется. Видите, как она скачет? Педагоги видят в учениках прежде всего личности. Яркие и думающие. Это очень важно, сказал временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Я хочу поблагодарить уважаемого учителя вас за важную и нужную работу, за самоотверженный труд, профессионализм, за душевный подход, за то, что дарите детям свое тепло, делитесь своей частичкой сердца, вкладывайте всю свою душу вместе с родителями, вместе с общественными организациями, для того, чтобы наши дети были умными, талантливыми, одаренными. Почетные грамоты и медали получили лучшие педагоги. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Как готовятся к новому учебному году школы? Насколько безопасно будут чувствовать себя в них наши дети? Этот вопрос сегодня стал одним из главных на брифинге МЧС. Подготовка школ к новому учебному году началась, как только закончился предыдущий. Выпускники сдали последние экзамены в начале июля. На ремонт и разные противопожарные мероприятия было полтора месяца. Уложились не все. На сегодня вызывает некоторую настороженность, готовность двух школ к первому сентября. И одна из них – это школа, находящаяся в Маргаушском районе, Шатрокосинская образовательная школа, в которой на сегодня не устранены пока еще нарушения пожарной безопасности, которые были выявлены и отражены в предписании. И нам кажется, что они не успеют устранить те недостатки, которые сегодня существуют. Следующая школа – это Урмарская, среднеобразовательная школа имени Егорова. К примеру, вместо современных дымовых датчиков там стоят устаревшие тепловые. Впрочем, день знаний в этих учебных заведениях, конечно, не отменят. Учиться школьники начнут вовремя. Закрыть мы их не имеем права. Мы, выдав предписание, обязательно, если они не успеют сделать в первом сентябре, обязательно обратимся в прокуратуру Чувашской республики. Ну, а вся ответственность ложится на руководство школы. Куда сложнее ситуация в Чебоксарском детском саду под названием «Дворец детской радости». Сроки сдачи здания постоянно откладывались, а когда его таки ввели в эксплуатацию, выяснилось, лестничные марши уже чем положено по пожарным нормам. Норма сегодня говорит о том, что ширина должна быть не менее 1 метр 35 сантиметров. Там лестничные марши имеют ширину 1 метр 20. Соответственно, наши сотрудники тоже выписали соответствующие предписания, привлекли руководство детского сада к административной ответственности. Ну, а дальше предписание там, конечно же, предписали, что ширину необходимо увеличить. Хотя это достаточно серьезное мероприятие, это необходимо будет проводить капитальную реконструкцию, переносить стену. В целом, ситуация с пожарами в этом году в республике приблизительно такая же, как и в прошлом. Дома и нежилые здания горели 623 раза, погибли 57 человек. Причины прежние – неправильная эксплуатация электрооборудования и печенья, осторожное обращение с огнем. Лесных пожаров в этом году не зафиксировано, зато горел сухостой. Специалисты предупреждают, чтобы весной не бороться с сухой травой с помощью так называемых локальных пожаров. Лучше скосить ее еще осенью. Несмотря на то, что нынешнее лето выдалось совсем не жарким, данные статистики по происшествиям на воде неутешительные. Погибло 10 детей, 23 взрослых. Большинство в состоянии алкогольного опьянения, когда даже Волга кажется по колено. Была попытка пересечь несколько раз Волгу в состоянии алкогольного опьянения. Наши выезжали, спасли одну девушку. Это просто повезло, что люди, находящиеся где-то рядом с ней на берегу, подали сигнал бедствия, сказали, что вот она куда-то уплыла, возвращаться не собирается, уже видно далеко ее только одну голову. Докричаться невозможно. Наши сотрудники вовремя подъехали на своем судне и вытащили ее из воды. Хотя не хотела, упиралась долго и сказала, доплыву. Позади еще один летний сезон, впереди холода, которые таят в себе свои опасности. Спасатели не устают напоминать. Соблюдение элементарных, известных всем правил безопасности может спасти жизнь. У чубаксарских абитуриентов появился еще один шанс пересдать ЕГЭ по обязательным предметам этой осенью. Об этом сообщают в Министерстве образования и молодежной политики Чувашской республики. Проверить свои знания смогут выпускники, которые не сдали итоговые экзамены по уважительной причине, либо те, кто получил неудовлетворительные оценки по одному и более обязательному предмету. Также есть возможность улучшить результат у выпускников прошлых лет. Русский язык и математику можно будет сдать по единому расписанию в сентябре и октябре. Для пересдачи выделят три дня – 26 и 29 сентября, а также 9 октября. Чтобы принять участие в итоговой аттестации, необходимо подать соответствующее заявление с 25 августа по 12 сентября. В условиях экономического кризиса регулирование цен на социально значимые продукты в зоне особого внимания правительства. Различные ведомства регулярно ведут мониторинг, определяя ценовые колебания. По данным Чувашстата, изменения на этой неделе есть на многие категории товаров и услуг. Снизились цены на овощи. Средняя стоимость моркови упала на 15% картофеля, на 12 томатов, на 10 и капуста на 6. Исключением являются огурцы. На них цены повысились, но всего лишь на 1%. Эксперты отмечают выращен новый урожай. Также незначительно снизились цены на хлеб, соль, сливочное масло, рыбу мороженую, сметану и конфеты. Замечено повышение цен на рис, свинину, молоко на 2%. В перечне контролируемых товаров – топливо. Цены на бензин в разных районах и городах республики выросли в пределах 1-3%. На дизельное топливо рост незначительный. За последние 7 месяцев изменились денежные доходы населения. В среднем за месяц на одного жителя республики приходится денежный доход 17 668 рублей. Это на 14% больше, чем на тот же период прошлого года. По-прежнему основная часть расходов населения приходится на потребительские нужды. В районах республики завершается подготовка кормов. Почти выполнен плановый показатель. Кроме этого, активными темпами идет уборка урожая. По данным Министерства сельского хозяйства, скошено почти 128 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. На предстоящую зиму хозяйства республики запаслись необходимым количеством кормов. Не хватает пока силы САПа. Подсчетом специалистов на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 23 центнера различных кормов. Уже выполнили план большинство хозяйств Алатрского и Бресенского, Канажского, Козловского, Комсомольского, Меринско-Пасадского, Маргаушского, Порецкого, Урмарского и Яльчиковского районов. Установившаяся солнечная погода ускорит заготовки. В Чебоксарах сдержали мужчину, который ранил из пневматической винтовки мальчика. Инцидент произошел накануне. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нанесение тяжкого вреда по неосторожности». По версии следствия, около 14 часов 19 августа текущего года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из пневматической винтовки из окна своей квартиры, расположенной в одном из многоквартирных жилых домов по улице Университетской в городе Чебоксары, попав в область глаза 12-летнему мальчику, находившемуся во дворе. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходима медицинская помощь. Со слов подозреваемого, он стрелял по голубям. Его версия будет проверена в ходе следствия. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда, причиненного мальчику. Расследование уголовного дела продолжается. Авария с участием нетрезвых водителей по-прежнему далеко не редкость. Накануне 19 августа в Маргаушском районе произошло ДТП, в результате которого погибла молодая пассажирка. 25-летний водитель десятки не справился с управлением и вылетел в кювет. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили сотрудники ГИБДД, у молодого человека не было прав. Его уже дважды лишали водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. В данный момент обстоятельства трагедии уточняются. Сегодня в Чебоксарах прошла научная конференция, посвященная 80-летию одного из самых больших и самых интересных архивов Чувашии. Безусловно, все хранилища истории уникальны по-своему, но только одному из них пришлось кардинально поменять профиль. Речь идет о бывшем партийном, а ныне государственном архиве современной истории Чувашии. Архивы – могущественные средства, познать давно отзвучавшее, а подчас недавно минувшее, говорила милиция Нечкина, видный ученый-историк. Ислонно имела в виду архив современной истории. Он был создан в 1935 году и до начала 90-х существовал автономно, вне системы других государственных архивов. Архив наш был специфический. Он был как бы не самостоятельным учреждением, а был при областном комитете партии. И поэтому хранились только документы партийные, комсомольские, партийных организаций, уездных за ранние годы, властных комитетов. Поэтому таких основных больших находок не было. Но когда однажды секретарь обкома партии дал задание, когда же на заседании ЦК КПСС рассматривался вопрос о работе областной партийной организации. И срок дали один час. Мы задумались, как же найти. Ни разу этот вопрос не поднимался. Но у нас к этому времени была уже картотека. В 1991 году после августовского путча партийные комитеты по всей стране были упразднены. Документы в опечатанных мешках сведены в архивы, а сами архивы национализированы. Именно с этого периода началась новая жизнь хранилища истории. Полное открытие в прямом смысле этого слова. Предстояло открыть для исследователей огромный массив документов, начиная с первых протоколов властных партийных ячеек и заканчивая перепиской обкома КПСС с различными организациями и предприятиями по всем вопросам. Сегодня государственный архив комплектуется документами органов власти, политических партий и движений, общественных организаций, творческих союзов. Огромную ценность представляют личные фонды. На этих стеллажах хранятся уникальные документы, принадлежащие Андриану Николаеву, Петру Хузангаю, художникам Акциновым, архитектору Ивану Ведянину. Диплом дан все Ивана Васильевича Ведянина на основании статьи 41, утвержденного положением об институте, о том, что он достоин архитектурным факультетом звания инженера-архитектора. Помимо научного интереса со стороны исследователей, потребность в услугах архивистов испытывают тысячи граждан, которым необходимо подтвердить трудовой стаж, факт награждения, уточнить заработную плату для начисления пенсии. Так что даже в наш век электронных носителей информации документы на бумажной основе по-прежнему востребованы. Собственно, архивисты уверены, что и в будущем им не придется сидеть без дела. Кому-то же надо хранить историю. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова